У Риши Капура была затяжная проблема с Амита Бачаном, поскольку он считал, что тот никогда не приписывал своим коллегам успех своих фильмов. Прошел год с тех пор, как скончался Риши Капур. Актер умер 30 апреля 2020 года после двух лет борьбы с раком. Его смерть оставила его многочисленных поклонников, друзей и коллег, убитыми горем. Даже сегодня его помнят как золотого мальчика-хинди-кинематографа, который завоевал сердца своим пением, танцами и игрой на серебряном экране. Он был одним из тех немногих людей в отрасли, кто не боялся открыто высказывать свои мысли. В своих мемуарах Капур был предельно честен в своей личной и профессиональной жизни. В то время, как сегодня многие актеры предпочитают не обсуждать свою личную жизнь, Риши откровенно написал о своих отношениях с женой Ниту Капур. Он упомянул, что она была из тех, кто мирился с ним, несмотря на то, что он был трудным мужем. Временами, когда у него не получалось в кино, он винил во всем свою жену. Кроме того, он отказался над фильмом Яша Чопры 1976 года Капхи Каби, так как у Ниту была лучшая роль, чем у него. Он упомянул свои книги. «Я чувствовал, что Ниту играет более заметную роль, чем я. Вот почему я сказал Яше Чопре, если вы хотите, чтобы я снялся в этом фильме, дайте мне роль Ниту». Естественно, Яш-Джи был смущен. Позже вмешался Шаши Капур и Риши снял фильм. Для Риши Капура причиной отказа от Каби Каби была не только в Ниту Капур. Актер также написал о затянувшейся проблеме, которая у него возникла с Эмитап Бачаном. «Чтобы вернуться к Эмитапу, я должен признаться, что у меня все еще есть нерешенный вопрос с Эмитап Бачаном. Большим недостатком работы в фильме «Все звезды» в те дни было то, что все хотели снимать только боевики, что автоматически означало, что звезда, которая могла бы выполнить действия с наибольшим талантом, получит самую лучшую роль. Вот почему, за исключением Каби Каби, который был романтическим фильмом, ни у одного из мультизвездных персонажей, в которых я участвовал, не было для меня авторской роли. И дело было не только во мне. Шаши Капур, Шатрухан Синхат, Хармендра, Венот Хана тоже столкнулись с этим, написал Ришик Капур в «Кулам Кула». Эмитапх, несомненно, превосходный актер, чрезвычайно талантливый в то время звезда номер один, которая управляла кассовыми сборами. Он был героем боевика, сердитый молодой человек, поэтому для него были написаны роли. Хотя мы, возможно, были меньшими звездами, мы не были совсем маленькими актерами. Тем не менее, остальным из нас приходилось постоянно соответствовать ему. Нам пришлось много работать, по-настоящему напрячься, чтобы соответствовать друг другу. В мое время музыкально-романтическому герою не было места, а Митап был героем боевика в эпоху боевиков. Таким образом, писатели дали ему львиную долю, и у него были авторские роли почти во всех его фильмах. Это давало ему преимущество перед остальными из нас, которые должны были дать почувствовать наше присутствие всем, что у нас было. Но это то, в чем Митапх никогда не признавался ни в одном интервью или книге. Он никогда не отдавал должного уважения актерам, которые работали вместе с ним. Риши Капур отказался играть с Митапх в бачанном фильме. Продолжение следует...